Добрый день, уважаемая аудитория! Центральная городская библиотека имени Ломоносова предлагает познакомиться с талантливым прозаиком, драматургом, киносценаристом, автором более 50 книг Юлией Александровной Лавряшиной, и в частности с ее романом «Девочки мои». Юлия Александровна – член Союза писателей России, лауреат многочисленных премий, лауреат Международной детской литературной премии имени Крапивина, лауреат литературного конкурса памяти Дурылина в номинации «Драматургия», лауреат премии Кузбасса за большой личный вклад в развитие культуры Кузбасса, финалист драматургического конкурса «Евразия-2010», номинант премии «Русский букер» 2006 года за роман «Фальш истины». Фантастические повести «Котенок в космосе» и «Майя и мальчик, живущий в море» вошли в число победителей всероссийского конкурса «Книга года выбирают дети», Повесть Юлии Лаврящиной «Пока лосось» отмечена специальным призом жюри премии имени Успенского «Большая сказка», одной из самых значимых российских премий в области детской литературы. Также автор – лауреат литературной премии имени Пришмина 2020 года, которая присуждается за талантливые произведения в прозе. Юлия Александровна родилась 3 мая 1965 года в западносибирском городе Кемерово. Писать начала с 8 лет. Пропал Мишка, любимый кот девочки, и она выплюснула свои переживания в стихах. Много позже Мишка стал героем нескольких книг, в частности, фантастической повести для детей «Корабельный Мишка» и «Фата Моргана» в 2015 год. В школьные годы Юлия Лаврящина сочиняла стихи и прозу, но никому не показывала написанные. Одним из самых любимых писателей Юлии был Владислав Петрович Крапивин. Она прочла повесть «Мушкетер и фея» в журнале «Пионерка», да ей было 10 лет. История Джонни Воробьева произвела на Юлию сильное впечатление. Она выписала цитаты из книги и повесила листок на доске в классе, в надежде, что одноклассники их прочтут и станут похожими на замечательных героев повести. Другими любимыми авторами были Грин, Каверин, Бурштейн, Паустовский, позже к ним добавились Чехов и Достоевский. На литературный вкус Юлии повлиял отец Александр Борисович Логов, профессор, доктор технических наук и бабушка Зинаида Нехифровна Руднева, прекрасная рассказчица. Впоследствии Юлия посвятила бабушке рассказ королевны. Юлия училась в Кемеровской средней общеобразовательной школе номер 89 и детской музыкальной школе номер 3 по классу фортепиано. В юности мечтала стать актрисой и даже готовилась к поступлению в театральное училище. В школьные годы Юлия Лаврящина сочиняла стихи и прозу, но никому не показывала написанные. В 1982 году Юлия окончила школу и поступила на библиотечный факультет Кемеровского государственного института культуры. В вузе полюбила трех джонов – Абдайка, Стейнбека и Фауза. Окончила институт в 1986 году. Работала в библиотеке Кузбасского политехнического института, преподавала в родной школе. В 1988 году Юлия Александровна стала заниматься в литературной студии «Притомье», которой руководил поэт Сергей Донбай. Он послужил прототипом руководителя студии «Попасса» в романе «Серебряный ключ». Атмосферу студии Лаврящина воссоздала в романе «Прощай, Кобра». Стихи, с которыми Юлия пришла в студию, подвергались серьезной критике, и начинающий автор надолго оставила поэзию. Первая литературная публикация «Лаврящный» – рассказ «Начало зимы», который напечатала газета «Комсомолец Кузбасса» в декабре 1988 года. Затем рассказы «Лаврящный» стали появляться в разных журналах. Известный в литературных кругах Кузбасса «Лаврящный» понес рассказ «Веселенький денек». Он мог бы стать ее первой публикацией, но «Комсомолец Кузбасса» не стал печатать рассказ, в котором шла речь о конфликте подростка с комсомольской организацией. В 1991 году увидела свет книга «Крозы кузбасских авторов» «Страсти по неведомому», и в нее вошли повести «Три рассказа Юлии Лаврящиной». В 1995 году после выхода книг «Страсти по неведомому» из сборника рассказов «Веселенький денек» Лаврящина стала членом Союза писателей России. В 1997 году вышел сборник повестей Лаврящина «Кайного дети». Самой сильной в сборнике считается повесть «Лэрис, принцесса и Ланселот». В ней рассказывается о том, как война корежит души даже самых лучших из людей. Помянутая в названии «Принцесса» – это любимая кошка автора. С кошкой связана мистическая линия повести. В дальнейшем элементы мистики и фантастики, а также ярко выраженный драматизм, станут характерными чертами произведений Лаврящина. Первый роман Лаврящиной, во многом автобиографический «Массаж лезвием меча», вышел в 1997 году. Действие романа происходит в Кемерове. Книги Лаврящиной имели успех. Она часто встречается в читателях библиотеках, школах, клубах. Презентации своих книг превращает в театрализованные действия. С 1999 года Юлия Александровна начала сотрудничать с новосибирским издательством «Мангазея». Роман Лаврящиной «Авернское озеро» открыл серию «Незнакомка», ориентированную на женскую аудиторию. В этой серии вышло более 10 книг Лаврящиной, таких как «Навождение пьеро», «Город надежды», «Осенний свет», «Адская смесь» и другие. Первая книга Лаврящиной для детей вышла в свет в 2004 году. Это повесть фэнтези «Улитка в тарелке», история о несбывшейся жизни, об ответственности взрослых за детей, о жестокости и надежде. «Улитку в тарелке» Лаврящина называет своей самой успешной книгой. В 2010 году повесть стала лауреатом Международной детской литературной премии имени Крапивина. Сотрудничество с издательством «Мангазея» вывело творчество далеко за пределы Кузбасса. Школьники писали по ее книгам сочинения, а студенты – цитутроведческие исследования. В 2004 году журнал «Огни Кузбасса» напечатал самый известный роман Лаврящиной «Фальшистины», о том, какое мощное влияние личности поэзии Цветаевой оказывает на наших современников. В 2006 году журнал номинировал «Фальшистины» на соскание литературной премии «Русский букер». Роман вошел в лонглист. В 2006 году Лаврящина получила предложение о долговременном сотрудничестве от немецкого издательства «Модеус» и вместе с семьей переехала в подмосковный город Королев. Однако политика издательства изменилась, и стало ясно, что сочинения Лаврящиной в новую стратегию не вписываются. Конструктивные отношения у Лаврящиной сложились с московским издательством «Гелиос», она выпустила книги «Мальчик-игрушка», «Свободный от детей», «Жаркий лед», «Девочка-робинзон» и другие произведения для взрослых, читателей и подростков. Сейчас Юлия Александровна ведет активную творческую общественную жизнь. В различных аудиториях Москвы и Подмосковья проходит презентация ее новых книг. Она участвует в литературных праздниках в Марабате. Канал «Культура» приглашает ее в программы «Культурная революция» и «Апокриф». В 2012 году Юлия Александровна организовала литературный конкурс «Перышки Пегаса» для юных поэтов и прозаиков города Королева. Конкурс существует до сих пор. Первый серьезный драматургический опыт Юлия Лаврящина приобрела в 2003 году, когда сотрудничала с межрегиональным телевизионным проектом «Тебе решать», в котором участвовали телекомпании нескольких сибирских городов. По сценариям Лаврящиной снимались игровые эпизоды для выпусков проекта. А в 2014 году молодежный театр «В курсе королев» поставил овечку по имени Свечка по пьесе Лаврящиной. Эта постановка стала первым спектаклем театра. Лаврящина написала более 10 киносценариев, среди которых «Лэрис», «Принцесса» и «Ланселот», сценарий мультсериала «Трое вышли из леса», «Память телефона», «Девятый вал» в виде Коробкова. В 2016 году Лаврящина и ее муж Лаврящин и сын Евгений Лаврящин учредили издательство «Лавр». Первыми вышли фантастические повести для детей «Котенок в космосе» и «Котенок из Севастополя». Эти книги открыли серию «Клубок Алекса». Произведения Лаврящина для детей и подростков печатаются в нескольких издательствах Москвы. Прочитать книги Лаврящины можно в электронной библиотеке «Литрес». Одно из новых поступлений 2020 года – остросюжетная повесть для подростков «Птицы Ева». Сегодня Юлия Александровна – автор более 50 книг для детской, подростковой и взрослой аудитории, сборника стихов, ряда киносценариев и пьес, обладатель многих премий и наград. В 2017 году повести «Котенок в космосе» и «Майя мальчик, живущий в море» вошли в число победителей всероссийского конкурса «Книга года выбирают дети». Юлия Александровна продолжает вести активную творческую и общественную жизнь. В 2021 году Юлия Лаврящина дебютировала в кино, став соавтором сценария мистического сериала «Историк» на канале ТВ-3. А теперь предлагаем познакомиться с романом Юлии Александровны «Девочки мои». Это роман, в котором соединяется все – захватывающий сюжет, интригующий финал, психологизм, драматизм, правдивость образов и красивый слог. Роман читается на одном дыхании. Автор пишет так, что роман захватывает, и ты не можешь уже остановиться, пока не дочитаешь его до конца. Лаврящина затрагивает важные проблемы – отношения, любовь, деньги, карьера. Что же важнее – как одаренной женщине реализовать свой талант, не сделав при этом несчастной свою семью? Еще одна тема, которая проходит сказной линией через весь роман – разная культура и обычаи двух разных народов, в частности, противостояние русского и американского менталитетов. Книга пропитана патриотизмом и любовью к России. Тема одиночества также занимает особое место в романе – одиночество одинокой одиночки, вакуум. И вакуум этот создан не столько жизненными событиями героинь, сколько их собственными поступками и чертами характера. Еще роман о вечном стремлении женском к любви. И вроде этот поиск не ставится во главу угла жизни, но влияет на характер каждой героини. А еще это роман о предательстве, предательстве самого себя, как человека, и других, как следствие, собственно же, выбранных в свою пользу. О зависти и ревности, сжигающей душу и не оставляющей места ни любви, ни счастью. От чего же всех героинь их эмоции заводят в тупик? Что это – характер или судьба? Роман можно разобрать по ярким цитатам, настолько автор пишет метко и точно. Будь то кукушкины слезы, или писатели сочиняют все, даже реальность, в которой живут. Или, например, у него дело, у нее дело, и все остальное угодило в пропасть между этими важными делами. А среди этого остального был и громкий смех, на засыпанной листьями улицы, и хрустящие вафлетрубочки, которые пекли все вместе, потешаясь над вафельницей, издававшей протяжные стоны, и прикольные записочки, которые писали друг друга на липких бумажках и наклеивали в самых неожиданных местах. Сама Юлия Александровна пишет так о своем произведении. Роман о молодежном театре девочки моей появился у меня не случайно. Еще в детстве я мечтала стать актрисой, причем именно театральной. Кино меня в то время не так очаровывало, хотя я сейчас пишу сценарии для фильмов и сериалов. Но в подростковом возрасте я даже готовилась к поступлению в театральное училище. Примеряла разные маски и роли. Скорее всего, я так и не решилась бы подать документы, потому что была тогда страшно неуверенна в себе человеком. Но мой пыл охладил и другое. Я представила, что мне годами придется играть и не те же роли, ведь спектакли остаются в репертуаре много лет. И это показалось жутко скучным. Гораздо интереснее каждый день сочинять что-то новое и вживаться одновременно во всех героев, а не в кого-то одного. Так я и стала писателем. Но любовь к театру жива в моей душе и по сей день. Мы с семьей часто бываем на премьерах. Мои пьесы идут на сценах некоторых театров. Поэтому неудивительно, что интерес к жизни людей, связанных с этим кладовским местом, вылился в историю, которую я назвала девочкой моей. Одна из важнейших и болезненных тем книги – это как одаренной женщине реализовать талант, сделав при этом несчастной свою семью. Роман «Девочки мои» – это книга про каждую или каждого из нас, поэтому она задевает за самое живое. Три непростых женских судьбы связала в один узел искусства. Ангелина – талантливая актриса, променявшая жизнь на сцене на благополучный уют и тиранию нелюбимого мужа. Сима – режиссер, она сумела создать свой театр, но не может справиться с собственными детьми, ради которых готова пожертвовать всем, даже любовью. Наташа – только-только получившая свою первую роль. Романтичная, чистая девочка, еще ничего не знающая о предательстве. Три женщины, три пути и на каждом свои испытания. Предательство и ревность, ложь и кровь разъединяют и вновь соединяют эти судьбы. Разберем поподробнее главной героини этого романа. Наташа Луквянцева. 14 лет, с семьей переехала из Москвы. Папа – педиатр. У Наташи есть единственный друг, виртуальный друг-барон, в которого девочка почти влюблена. Не ее первую застиг врасплох этот холод подросткового одиночества. Все проходили этим же путем, но каждого ощущение изолированности застигало врасплох, сколько бы о нем ни писали и ни говорили. Меня никто не понимает. Для ребенка это становится неподдельной трагедией, ведь он даже не подозревает того, что ему предстоит вырасти с этим убеждением и принести его до смерти. В театр Наташа попадет случайно. Сима встретила ее на улице и что-то такое в ней увидела, что позволило предложить ей главную роль в пьесе Потапова «Что такое палисадник». Роль она сначала теряет из-за возвратившейся вдруг в театр Ангелины, а потом снова получает ее снова из-за Ангелины. Сыгранная ею роль Гелли становится единственной ролью Наташи. Сначала родители были против его убеждения, но потом театр закрывается в связи с рождением Симой нового ребенка, и Наташа спасает Ангелину, избитую вахтангом, а потом своим звонком сообщает Ангелине о смерти бабушки. Следующая главная героиня – Ангелина Полтавцева, 18 лет, выросла в религиозной семье с фанатичной верующей бабушкой, из-за чего бежала из семьи, попав в руки местного торговца вахтанга. Сима про нее говорит. Рано продалась, зато за хорошие деньги. К нему Ангелина сбежала сразу после выпускного бала, не распаленная желанием, а измотанная ненавистью, на которой зиждилась их семья. Девочка с детства была виновата лишь в том, что была зачата в Великий пост, да родилась красивой. Ей так пытались внушить мысли о ее греховности, что она подсознательно выбрала то, о чем ей так сильно обвиняли. Красота, актерский талант, молодость, женская неустроенность – и вот уже Сима считает ее шлухой. Необычный, возразила Сима всерьез, талантливый, что вовсе не редкость в артистической среде. Собственно, в книге это единственная из девочек, что не знала любви от слова совсем. Сима Лобанова, 42 года, режиссер молодежного театра «Версия». Разведена мама двух дочерей, проживающих с отцом в США. Стремление к собственному театральному успеху привело к разрыву с семьей, и в результате провинциальный театр и ненавидящий ее дочери по ту сторону океана. Сима – это женщина с прической из вороньих перьев, с маленькой татуировкой на левом предплечье. В татуировке сплетены первые буквы имен дочерей, потом к ним добавляется первая буква имени сына. Похоже, только татуировка и напоминает о том, что она мама двух девочек. Для нее важнее собственная реализация. Это человек-искусство. Она холодна, ревнива, раздражительна, не выбирает слов и выражений, легко бьет словами, если распалена. Сначала притягивает к себе Наташу, Ангелину, Потапова, а потом от них отказывается. И кажется, что рождение сына Ильи ее изменило. Ведь кинулась же она спасать Ангелину, едва не погибшую друг Вахтанга. Возможно, судьба главной героини Симу в конце романа чем-то сопоставима даже с финалом «Войны и мира» Льва Толстого, когда главная героиня, как и Наташа Ростова, обретает счастье в простом материнстве, и уже театр, карьера, а также любовь между мужчиной и женщиной отходит для нее на второй план. Также в романе есть еще одна интересная судьба. Это судьба дочери Симы, Лиза. Лизе 14 лет, яблочко от яблоньки. Сима, сделавшая выбор между работой и семьей, не в пользу последней, озлобила дочерей. Они ее не простили. Но если старшая Рита просто отказалась с ней общаться, то Лиза пошла дальше и решила отомстить матери. Она приехала в Россию, и когда Сима поверила, что та вернулась, бросила ее. Дети-подростки вообще очень жестоки и агрессивны в силу возраста. Но эта девочка, как и мать, просто не умеет любить. Она уверена, что заставляет людей быть вместе. Дети, деньги, секс. Будет ли она когда-нибудь думать по-другому? Будем надеяться, что да. Итак, какая судьба же ближе вам? Какая героиня похожа на вас? Что важнее? Деньги, карьера или простое материнское счастье? Или может все-таки любовь? Думаю, каждый прочитавший роман задумается над этими вопросами. Финал романа непредсказуем. Каждый выберет для себя тот финал, который ему ближе. Обязательно рекомендуем к прочтению. Спасибо за внимание. Время медленно сыплется с неба. Дети ловят губами секунды. Она всегда схватывала и запоминала проявления чужих эмоций. Это могло пригодиться для будущей роли. Ведь неизвестно, кого ей предстоит сыграть в следующий раз. Ангелина собирала коллекцию чужих физиономий с самого детства. Делала это даже не отдавая себе отчета, не задумываясь зачем. Цепляла перед зеркалом, придирчиво сравнила. Великоли сходство. Это была ее игрой, которая нас скрывала ото всем. Во сне я смотрела на него со стороны, вернее снизу вверх. Почему-то он на сцене, а-ля как обычно в зале. Но это был не спектакль, не шоу какое-нибудь. А как будто его встреча со зрителями или что-то вроде этого. Из портера я ловила его взгляд, но он скользил мимо меня, поверх головы. Где уж такую, как я, заметить в толпе. Я же не могла отвести от него глаз и думала потрясенная. Неужели все-таки бывают такие парни? Невероятный парень. Почему-то во сне я не называла его мужчиной. Наверное, он казался мне еще моложе, чем есть на самом деле. А потом мы оказались рядом. Расстояние ужалось до минимума, но он по-прежнему не замечал меня. Мне же не терпелось попасть ему на глаза, и я все крутилась рядом. Пыталась задеть его локти, наступить на ногу. Но лев словно был окутан и проницаем от окна, защищен от моего вторжения. И я еще раз, успешно распробовала до самой глубины коричи, что такое чувство из-за тюжности. И его дело, и у нее дело. Все остальное угодило в пропасть между этими важными делами. А среди этого остального был и громкий смех на засыпанные листьями улицы, и хрустящие вафлетрубочки, которые пекли все вместе, потешась над вафельницей, издававшей протяжный стол. И прикольные записочки, которые писали друг другу на липких бумажках и наклеивали в самых неожиданных местах. Все это как раз и было в их жизни. Белые перчатки, черный экипаж, стерлись отпечатки, губ чужих не ваш. Я на балете, там тают сотни лиц, Прошлого скелета ты, ах, степетовый ниц. Прошлого скелета ты, ах, степетового 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 скелета ты, ах, ст Продолжение следует...